Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Зовут меня Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Будьте грамотными. В России написали правовой диктант. Знают ли студенты КФУ финансовое право? Студенты Казанского университета приняли участие в антикоррупционном форуме. Кто осуществляет исполнительную власть и когда была принята Конституция Российской Федерации? На эти и другие вопросы отвечали участники правового диктанта, который прошел по всей России. Анна Глазунова расскажет все подробности. По всей России жители пишут правовой диктант. Дистанционный этап проходит с 3 по 10 декабря. А 7 декабря во всех вузах Республики Татарстан, где есть юридические факультеты, прошел письменный этап. Самой большой площадкой стал Казанский федеральный университет. Вторая физическая аудитория главного здания КФУ собрала всех желающих. Пришедших поприветствовал министр юстиции Республики Татарстан. Я сам являюсь диктанком Казанского. Сейчас привел в федеральный университет, когда я заканчивал государственный университет. Я всегда правильно приходил на родной факультет. Как вы знаете, одна из задач органов государственной власти – это защитие права свободных граждан. И, конечно же, в этой связи вопросы правового просвещения выходят на первый план. Участникам диктанта необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов, касающихся темы конституционного, уголовного и гражданского права. Это основа, то есть те вопросы, на которые должны отвечать любые граждане РФ. Смысл данного диктанта заключается в том, чтобы проверить правовое знание населения РФ. Как отметили студенты, вопросы показались им несложными. Легким я вышла, одна из первых. Хотелось бы узнать, после двух лет обучения прибавились ли какие знания или улучшились ли они. Ну, проверить себя. Вопросы несложные, то есть это вся база, вся основа. То есть там конституция, основа уголовного, трудового, гражданского права. Так что, в принципе, мне кажется, что для юристов эти вопросы не составляют особого труда. В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции РФ. Задания для тестов разрабатывались в Московском государственном университете юстиции. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Казанском университете прошла финансовая викторина. На какие вопросы отвечали студенты в рамках конкурса, мы расскажем в следующем сюжете. Юридическим факультетом Казанского федерального университета организован конкурс «Финансовая викторина». Мероприятие разделено на два этапа. Брейн-ринг, где побеждает самый эрудированный участник, и своя игра. Цель проведения мероприятия – повышение финансовой грамотности среди молодежи, студентов, популяризации финансового права. Сподвигли на проведение данного мероприятия прежде всего ребята, студенты Казанского федерального университета. И мы сегодня очень рады видеть в гостях студентов других факультетов и Самарийского государственного университета, и Чувашского государственного университета. Тематика конкурса затрагивает различные аспекты финансового права. Вопросы ориентированы на знание налогообложения, бюджетной системы, валютного регулирования и налично-денежного обращения. Выбор тем подразумевает то, что с этими вопросами сталкивается каждый человек. Мы подумали, что именно финансовое право в таком формате, в формате финансовой викторины, поможет повысить финансовую грамотность студентов и, в принципе, молодого населения. Артем Тупичкин, Леонард Валетеров, Универньюс. Как развивать студенческое движение в малых городах и как реализовать образовательные и социальные проекты? Об этом говорили на студенческом форуме, который прошел в Елабужском институте Казанского федерального университета. Смотрим подробности. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел студенческий форум. Ребята пообщались с президентом Лиги студентов Руфатом Киямовым и обсудили планы работы на ближайшее время. Главной целью организации является создание единой структуры студенческого самоуправления. Она сможет не только объединить всех студентов, но и помочь в реализации образовательных, социальных и спортивных проектов. Мы увидели друг друга, очень познакомились, потому что порой не хватает вот этого очного контакта, разговора с глазу на глаз. И очень было приятно удивлен, что директора и администрации, и вузы, и СУЗов, они были открыты и говорили прямо с нами. Поэтому этого не хватает для студентов. По итогам заседания было принято решение возродить городской студенческий совет, куда войдут представители от каждого учебного заведения города, и официально утвердить положение об организации студенческого самоуправления. Эта встреча действительно является таким значимым событием для нас. Нам очень важно было сделать какие-то свои предложения для Лиги студентов и услышать, чего они ждут от нас, и по итогу прийти к какому-то общему объединению, для того, чтобы все студенчество, и Елабуга, и Казань, и Челны, они объединились и работали уже вместе, слаженно, и знали цель своей работы. Президент Лиги студентов Руфат Киямов обсуждал с участниками форуму работу действующих студенческих организаций города. Он отметил, что у молодежи Елабуги есть очень хороший потенциал на дальнейшую продуктивную работу. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета отметил 85-летие со дня основания. О ходе мероприятия в честь юбилея узнаете в нашем следующем сюжете. 7 декабря химический институт имени Бутлерова отметил свое 85-летие. 85 лет назад был подписан приказ о выделении в структуре университета отдельного химического факультета. Долгое время он существовал в качестве химического факультета. В 2003 году объединился вместе с научно-исследовательским институтом имени Бутлерова в единый исследовательский образовательный химический институт. В стенах института был проведен комплекс студенческих мероприятий. Приглашены делегации из разных городов России, чтобы в дружеской обстановке провести этот юбилей. Программа включала в себя посещение музея Казанской химической школы. Музей – это лаборатория, в которой в свое время работал Бутлеров. Там очень красивая аудитория, там оборудование, которое сохранилось со времен его работы, реактивы. В общем, все то, к чему химики относятся с трепетом. И, конечно, посмотреть на это было очень здорово, интересно. Нам провели экскурсию. Затем состоялась интеллектуальная игра «Квиз», в которой приняли участие все желающие. Мы очень благодарны, на самом деле, за организацию, за гостеприимство всем ребятам, организаторам. Желаем, чтобы все у них было хорошо, чтобы все у них процветало, и чтобы мы чаще встречались и дружили. После игры студенты посетили праздничную ярмарку, которая представляет из себя теплую семейную встречу, где студенты смогли пообщаться с представителями других химфаков страны. Со своими поздравлениями приехали гости из пяти городов – Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Новгорода и Саратова. Поздравляю химический институт имени Бутлерова. Желаю дальнейших творческих, научных, спортивных достижений. Хочется, чтобы все те традиции, которые сейчас у нас есть, также чтились, сохранились и появлялись какие-то новые традиции. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. В Казани прошел республиканский молодежный антикоррупционный форум, в котором приняли участие 250 человек. 15 из них – представители Казанского федерального университета. Подробности в следующем сюжете. Аспирантка химического института имени Бутлерова КФУ стала победителем республиканского конкурса «Творчество против коррупции». Награждение состоялось в Казани в рамках республиканского молодежного антикоррупционного форума. Суть данной работы была представить термин, может быть, какие-то общие понятия, вообще суть данной проблемы коррупции, скажем так, в картинках, чтобы это кратко и наглядно было понятно каждому гражданину. В текущем году мероприятие посвящено общественному обсуждению актуальных вопросов противодействия коррупции в различных отраслях экономики и компетенции государственных органов республики Торстан, касающихся молодых граждан. В рамках форума была организована выставочная экспозиция, демонстрация информационных материалов, посвященных вопросам профилактики коррупции. В работе форума приняло участие более 15 студентов, активистов и председателей антикоррупционных комиссий Казанского федерального университета и институтов. В Казанском федеральном университете уделяют особое внимание антикоррупционному движению. На базе каждого института созданы сообщества, которые помогают студентам быть более осведомленными в этом вопросе. Они проводят работу со студентами первого курса, рассказывают вообще, что такое коррупция, какие проявления ее могут быть и с чем могут столкнуть студенты, как в процессе своего обучения, так и вообще в жизни, как проявляется коррупция. Стоит отметить, что в первую неделю декабря в Казанском федеральном университете прошла целая серия мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. В настоящий момент к ней присоединились 172 государства, в том числе и России. На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok